Продолжаем работать на картошке, по выкопке картошки. Это у нас второй ролик уже, 17 сентября сегодня, 2020 года. Вот батюшка нас посетил тут. Значит, написали письмо в Патриархию. И вот мы послали уже в Метрополию. Лена сделает копию, тебе даст. Она у неё. Видите, где как пойдут. А в Москве, в бумажном варианте, Николай. У него в телефоне там молитва идёт. Он написёт прям в Патриархию. В телефоне у него молитва идёт. Вот так. Там молятся. Я думал, за кустами там кто-то это должен. Ай, боже, здесь такие духовные. Паск подскосит. Что у тебя там? Какие новости? Давайте подойдём, посмотрим, что у батюшки там. Да ничё у меня нет. Ездил на урывах. Мёдом взял. Ездил на урывах? Да. А как ты проехал первый мостик? Очень плохо. Просто. Попадать ещё? Сильный пищал. Откуда же сильный? Правда, ладно, пойдёт там сильный. Я не ездил. А по второму мостику ехал, там не видно, что убывает? Да нет. Ну что, я проехал. Я не смотрел, я смотрел, как не упасть, чтобы. Я на мопеде ездил. О! Поэтому. На мопеде. Да. Ну. Там охотник один ходит, что-то. А вот это не это, расстреляли их уже. Да ухи есть. Я вчера пошёл вечером, поднялась от стая 150, они здесь вот, где они на салонах. Я им сказал, чтобы улетали, пока не побили тут. Я в прошлом ему просто наговариваю. Лучше, улетайте скорее. 1 сентября вас начнут и в школу звать, а бить. Да что? Ну не только у нас. Они будут лететь-то, Соня. Поднялись где-то и по космосу пролетели, что ли. Их ещё на дороге-то... Да. Тысячи километров на каждом... Главное, ей некуда деться. Только озеро. А вода занимает меньшее положение. Вращаем море, и они везде могут, и никто не бьёт. Про водивостей нету насчёт уток. Это я уже давно говорил. Каждую осень и весну колотят и колотят. Удобрять надо землю-то? Чё ж у вас урожай-то такой, слабенький, совсем? Ну, удобряли. Да где удобряли? А вон, удобряли. Назма полно. Травы-то вон сколько зато наросло. Да, она жирная. А где? Картошку пила. Вовремя прополоть надо как-то. А вот это, Игорь говорит, они там картошку промощили в каком-то растворе. И не было колорасского жука. Как-то, можно делать? Нет? Конечно будет. А она не будет тогда отправлена осенью у нас? Не знаю, поешь, потом мы посмотрим, дня три пройдёт, как и будет. Если... С тобой будет, значит, скажем... Это фильм. Фильм-то не «Ереметр». Пробуй венок. А если отравлено, ты можешь, говорит, умереть. Не, говорит, а каратор никак. Сарик. Пробуй на людях. Они пробуют и... Да. И все равно отравливают. А это Достоевский. Где ему там прислали, там, какой-то халат или что-то. И он решил его отравить, этот санитар. Забрать у него, он спасил. А у него, например, приглашил собаку. И собака забежала, выбила этот стакан молока, и ела, и тут же сдохла. Вот. Какое дело. Значит, я вышел. Нет. Где-то выпали за какую-то одежку. Понимаешь, не знаю. Да-да. Ну ладно. Не буду вас не выиграть. Такое у Володи-то. Четыре огорода. Почему? Хорошо. Три. Там тыква. Тыква. Взял посадил, Володя. Вот здесь вот так. Смотри. Вот здесь, на выгре, говорит, тут солнце. А воду ведра натаскают в озеро. Вот это так. Так он, как этот, Макарий Александрийский, песок несет, а монах встретился, ты куда идешь? Узнал. В мешке песок, он с одного конца посадился. Тамлю, там ящего мя. Ах, вала. А почему там не посеете его? Я его говорил уже. Он иногда воды набирает, там накачивает. У вас рядом огород с соседями. Они арбузы воги, и на базар везде продавали арбузы. Да. Вот он, огород рядом. Да. Ну все, так посмотрел, как и... Так у них там насос скачают. А у нас там будет насос саряжка. У вас там медный насос. У нас там скачали арбузы. Два вот таких вот выросли. А мы ждем конца поля. Все там поля. Когда закончится поле, нам принесут соседи обязательно. А на каждую, вот когда туда ходим, Валентина выходит, она зовет и дает арбуз. А я смотрю, ну когда же она выйдет. Да, мы скорее вот копаем, чтобы закончить. Да, это вот обращение. А вы бы так вырастили, свои вырастили так. Смотрите, нет соседей. Мы ждем два брата, медведь. Видишь, она говорит, в спире, в спире. Еще встает, потянулся и говорит, да. Кому бы сегодня, ну кого бы сегодня в гости пригласить. А второй брат встает, потянулся и говорит, ну кому бы. Ты сосреди, значит. Взять, давай, подбежать. И одного она любит, Мишу, а этого нет. Миша болеет чего-то в спире. Надо меду достать. Мам, лежит толстый такой, что ты в спире? Он больной, больной, нельзя трогать. Я не знаю, как она пойдет, покажет. Он теперь мед берет. В другой раз надо ищить меня где-то. Ты, Миша, на поле, ты иди, где я вез. Поваляйся, он тебя же там сгребешь и поднесешь. Ну все, и у Миши, жена была, под стать ему такая же Агафья. И у того такая же Наталья. И вот там, знаешь, у меня больше, как кому пойти в гости. А другой, кого сегодня пригласить. Какие дети дадут нам арбуз или нет? Дадут нам арбуз или нет? Да мы знаем, точно дадут. Вот до этого доходим, она вот глядет оттуда и манит нас всегда. Она нас еще не видела. Так что это не то, что не земля, Володя, а просто канавку прокопал, они потом пленку постилают. Каждый день садят, дырочку прорезали, рассаду посадили. Так и все. И земля-то не высыхает, они опалили там неделю раз, может быть, только опалили. Ну, тросил, что ли? Стиль тросил, вот эту. Пленка, обыкновенная пленка. А, ну, там, пленка. У нас была пленка, всю перепортили, ничего нет. Сыра все остыли. Человек, ну, посоветуй, искать. Каждый год сворачиваешься. Она от солнца сгорает. А тогда же не пленка была. Ну, как тут пленка? Ну, что-то другое. Пленка, пленка. Они просто прикрывают землей ее еще. Все. А у нас не прикрывают. Принеси палац. У Ирины Устиновой. Я покупал сколько раз, арбузов 20 покупал у них. Ну, вот арбузы. Они денег-то не жалеют на пленку. Каждый год покупают и селят, и все, у них все растет. Это все оправдывается. У нас было столько, Володя, на 10 лет бы хватило больше. 7 рулонов полных, это не игрушка. Или 10 даже. Все, истратили, неизвестно. Сено, картошку сажали, слышали? Полотками огромными, настилали, бросали. А, сено, на картошку сажали? А, сено, на картошку сажали? Сено, ты слышишь? Сено накладывается в такой слой. Туда сажается, все, и она врачит. Надежда Васильевна вот так сажала. Пришла я только вот так. Это что-то нарушила. Александр Иванович, Газар, вот столько-то надо. Ведро посадить, соберешь. Я, говорит, взял и кущу, вот такую все подгребал. Ну, осенью взял, лопату пошел. И там, говорит, вот такая вот. Самое правильное делает он, как у моря. Все только, надо то, что его про травили. Ну, попало. Возьми на своем новозильке, сделай, навезь один. А зачем три огорода? В Библии же написано, что каждый седьмой год отдыхает. Земля. Ай, ладно. Сейчас ты залез куда-то. Валтам, блин. Значит так. Машины идут. Дорога целая, вода идут. Я только сказал, что пруду на Мужчина. Сегодня один мужчина подъехал, хотел дорогу на Корчино узнать. А потом говорит, а можно у вас тут порыбачить? Говорю, да у нас есть пруды, которые можно спокойно. На Рыжсковском, говорю, показал ему. И на второй мостик. А здесь нельзя никому. Да, да. И все, и он поехал. Здесь карп купили. И он передумал в Корчино ехать. Решил на наших съездить. Там есть люди спутали. Надо нас еще быть где. Особенно здесь, когда машина опрыкинлась, там даже не меньше тонн машинист. Что это такое? Что за растение? Это не метла случайно, от которой мы метем? Нет, не метла. Ну-ка. Матушка бы сказала. Сергей. Шот, ты скажи, шот. Шот. А в шоте еще есть пшено. Просто. Просто. Пшено. Что-то настоящая? Настоящая. Сейчас поле у Игоря. У Игоря на Рыжсковске ехать, поле из этого. Все вот так вот повисло, зависит. Вот сколько здесь зернышек, посчитай. С одного зернышка. С одного зернышка. Да. Так у Игоря, смотри, посчитал. А с одного зернышка, пшеницы, подрастает три стебля. И в общей сложности 104 стебечки. Старичный. 109. 109. 109. 109. Это как бы шарка. Ну, ребята, все, отдохнули, давай. Слава Богу, мы все. Я пошел, вот такую дощечку вырезал. По размеру сапога. И вот гвоздик забил и сюда, и вот гвоздик. И тут маленько погряз с этой стороны гвоздик. Ну, и переплетел вокруг и работает. Теперь я и давлю. Обошлось метров четыре гвоздика. Так еще я их могу и вынуть, когда надо. На. Вот, смотри, как листва летит. Листва. Виталя, смотри, как листва летит. В Стополе. Мы поедем, когда домой не будет, на дереве. Все, слава Богу за все. Аллилуйя.